Продолжение следует... Я профессиональный руководитель с 22-летним стажем в строительной отрасли. И последние 10 лет я очень увлекся идеей пережившего производства, которую с удовольствием изучаю и рекомендую изучать другим. И мое увлечение привело к тому, что в прошлом году у меня вышла книга «Путь самураев», в которой я описываю свой опыт внедрения японских бизнес-принципов на территории России. И для меня большое удовольствие сегодня представить вам моего собеседника, это живая легенда, человек, самый авторитетный специалист по обеждевому производству в России, профессор, автор большого количества периодических научных изданий, научный редактор переводов и просто мудрый человек Юрий Павлович Адвер. Добрый день, Юрий Павлович. Добрый день. Юрий Павлович, у нас сегодня слушатели не все сильно посвящены в идеологии бережливого производства. Как бы вы в нескольких фразах охарактеризовали, что это за система, что это за подход? Ну что ж, попробуем. Бережливое производство, как известно, родилось в Японии после Второй мировой войны. Если смотреть с сегодняшней позиции на то, как это было, то можно попытаться сказать так. Когда вы хорошо знаете потребности своих клиентов и можете более-менее точно предсказать, что им захочется у вас купить завтра, то можно попробовать существенно сэкономить, отказавшись от запасов, промежуточных запасов, всего того, что омертвляет капитал и снижает финансовую и экономическую эффективность деятельности. И вот благодаря такому, как бы, бережливому отношению к клиенту, к окружающим партнерам и к себе, вот удается получить много конкурентных преимуществ. И компания Toyota продемонстрировала это на практике, демонстрирует на протяжении более 70 лет. И теперь уже весь мир примерно понимает, примерно важное слово, как это устроено. Юрий Павлович, ну как раз пример Toyota, он обычно и вызывает недоумение, некоторое отторжение, ну, скажем так, у россиян. И давайте попробуем сказать все-таки какие-то слова о том, что бережливое производство, это не только для предприятий автопрома, это не только для японцев, а это вполне может применяться и в других сферах экономики. Да, конечно, и Япония, и автопром – это совершенно случайные исторические обстоятельства, которые не характеризуют возможности этого подхода. Подход этот, как стало понятно теперь, совершенно универсален. Он абсолютно не связан ни с названием страны, ни с видом деятельности, не с формой собственности. Это просто подход к тому, как надо управлять бизнесом, для того, чтобы не тратить лишнее и не упустить свое. Понятно. А как быть малому бизнесу, например? Потому что у нас в стране существует достаточное количество специалистов, которые готовы консультировать, но это достаточно дорого стоит. И каким образом быть малому бизнесу? Ну, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, поэтому, наверное, лучше бесплатных консультантов избегать. Но, конечно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И поэтому акцент должен быть сделан не на консультантов, а на обучение, погружение, размышление, вот на те вещи, которые, собственно, создают из человека специалиста. И поэтому мне кажется, что в той мере, в какой на самом деле нужен консалтинг, он нужен, я думаю, в некоторой мере, любой бизнес, даже малый, может потянуть. Кроме того, много лет назад мне попадалась немецкая работа, в которой малые компании объединились из разных отраслей и наняли одного очень дорогого консультанта, но каждому из них это обошлось в сумму приемлемую. А поскольку технология универсальна, то от этого качества не пострадало. Тем более, что погружение, размышление доступно любому человеку, и для этого не требуются серьезные, дорогие консультанты. Нет, конечно, но для этого требуется фанатизм. Для этого требуется фанатизм. И, собственно говоря, следующий вопрос, Юрий Павлович, для того, чтобы наши слушатели могли погрузиться. В своих выступлениях вы говорите о том, что для того, чтобы приобщиться к бережливому производству, приобщиться именно к Дау-Тойота, необходимо всего два компонента. Это любовь к людям и постоянное совершенство. А почему любовь? Потому что недостаточно любует уважение, потому что я больше всего сталкивался с уважениями, но и для меня несколько странно любить всех. Ясно. Ну что же, это вопрос вполне закономерный, и у меня есть, по крайней мере, два ответа. Первый ответ такой. Много лет назад один японский бизнесмен организовал хоспис, то есть место, где пожилые люди, которые не могут сами себя обслуживать, могут за какую-то плату со стороны их родственников, благодарных за то, что они от них избавились, там пребывать. И он стремился сделать это место максимально комфортным для своих клиентов. И вплоть до того, что он предлагал, если к человеку в гости приходят родственники, то этот человек может заказать меню обеда, которым он будет угощать родственников. И хоспис это выполнит без всякого повышения платы. Вот он всячески думал, как это сделать лучше. И в один прекрасный день он понял, что его мама находится в состоянии близком к тому, что ей как раз было бы хорошо попасть в хоспис. И он подумал, а что я могу улучшить в моем хосписе для того, чтобы моей маме здесь было хорошо, и чтобы я мог с чистой совестью ее сюда отправить. И он увидел массу вещей, которые надо улучшить. Он просто радикально перестроил свой бизнес и действительно поместил свою маму в это свое коммерческое предприятие. Прошло некоторое время, и он стал понимать, что наступает момент, когда ему самому понадобится хоспис. И тогда он подумал, что же я должен сделать с этим заведением для того, чтобы мне было самому комфортно. И он опять увидел массу возможностей улучшения. Вот в чем, на мой взгляд, разница между уважением и любовью. Мне кажется, это убедительный пример. Но есть и второй ответ. Любимый мной грузинский поэт Георгий Абашидзе написал много лет назад поэму, посвященную великому грузинскому поэту Шатару Ставели, который по преданию умер в Иерусалиме в монастыре. И он написал эту поэму как бы от имени Руставели. Вот в этой поэме есть такие строчки. Не ведает никто, где истинный обитель. Лачуга, храм, дворец или прочее жилье. Но истинный ничем я грешный не обидел тем, что любовь считал вместилищем ее. Да. Понятно, Юрий Павлович. Спасибо большое за этот ответ. Вы очень образно на него ответили. Наверное, для начинающих. Начинающие начнут с уважения, потому что это очень важно. К сожалению, в России существует традиция, что мы уважаем друг друга только вечером за столом. А когда мы приходим на работу, то с уважением... На поминках, да? Или на поминках. Существуют проблемы с уважением. А действительно, в долгосрочной перспективе надо относиться с любовью. Я понял, Юрий Павлович. Спасибо большое. И следующий вопрос. Пожалуй, в самой известной книге Джеффри Лайкера «Да у Тойота» перечисляются 14 принципов, на основе которых действует Тойота. И они это не скрывают. Делают это за достоянием всех. Но мой вопрос следующий. А если не все принципы удается соблюдать в какой-то конкретной компании, может ли она считаться, что она бережливая, если она соблюдает общую идеологию, но некоторые принципы перефразировала или не полностью пока получается исполнять. Понятно. Ну что же, вопрос такой, я бы сказал, скользкий. Дело в том, что, например, те люди, от которых мы узнали о бережливом производстве, это были Вумак и Джонс в США и в Англии, они называют пять принципов, а не 14. И им этого хватает. Но мне не хватает ни пяти, ни 14. И дело вообще не в принципах, и, наверное, было бы ошибочно на них зацикливаться. И дело не в том, чтобы ставить птичку, внедрил вот этот 12-й принцип, перехожу к 13-му. Это несколько такое, ну, детсадовское... Ну, или формальный подход, который не может дать хороших результатов. Поэтому, мне кажется, надо идти от сути, а не от принципов. Конечно, мы должны изучать всё, что люди важного написали про это в разных странах в разное время. И Лайкер, конечно, не исключение. Мы должны вдуматься в то, что он написал. Но надо понимать, что это не японская интерпретация, а американская. И Лайкер, ну, можно сказать, американец до мозга костей. И поэтому он много там чего напортачил. Много чего напортачил, но, тем не менее, изучение, в том числе я работал и Лайкера, и Вумика, могут помочь. И в конце передачи я попрошу Юрия Павловича назвать, кроме Дау Тойота, ещё пару книг для того, чтобы как раз наши слушатели могли начать своё знакомство без приглашения консультантов. Да, пожалуйста. Немножко всё-таки в детали. Один из важных принципов, который описывался и у Лайкера, и в более ранних трудах, в общем-то, можно у Дёминга это встретить, о том, что необходимо принимать решение, проведя всесторонние обсуждения. И необходимо достигать консенсуса. И я понимаю, что в вашей идеологии это такой достаточно важный принцип. Если нет времени, и мы понимаем, что в разумные сроки не может быть достигнут консенсус, как принимать решение в таких случаях? Что делать? Надо отойти от решения, которое нам кажется правильным, и с помощью команды, коллег, искать такое решение, которое позволит достичь консенсуса. Экономия времени пустое. Мы должны экономить совесть, качество, отношение к людям. Вот это важно. А если мы на бегу кого-то нечаянно зашибли, то это неправильная стратегия. Значит, консенсус совершенно категорически необходим. По очень простой причине. Никакой человек не согласен делать что-то, в чем он не убежден, и что его заставляют делать обстоятельства. Он не может этого не делать. Это ведет к болезням, в основном сердечным и желудочным, ну и к нервным, конечно. Это ведет к трудностям в отношениях с людьми. Это вообще бесчеловечно. И устойчивый бизнес без достижения консенсуса построить нельзя. К тому же японцы разработали очень эффективную технологию. Она называется Ринги. И эта технология позволяет как бы формализовать саму процедуру достижения консенсуса. То есть как раз консенсус, достижение консенсуса очень коррелирует еще с одним принципом долгосрочной перспективы. То есть когда мы как раз, то есть сиюминутно, может быть, более выгодно принять быстрые решения, не посоветовавшись со своей командой. Но если мы ориентируемся на долгосрочную перспективу, а именно это должно быть одной из целей бизнеса, когда не извлечением прибыли только здесь и сейчас, но и в долгосрочной перспективе. Понятно. Деминг много раз подчеркивал, что если мы ориентируемся на прибыль, мы кое-что заработаем, но мы упустим гораздо больше, чем могли бы заработать, если бы наплевали на прибыль и занимались бы важными делами. Любовью к клиенту, качеством продукции, отношением к людям, с которыми мы работаем и так далее. Понятно. Юрий Павлович, два слова поподробнее, все-таки про подход ринги. Возможно, им уже сегодня начнут пользоваться. Про это на русском языке написано довольно много. Я даже написал такую заметку в журнале «Стандарты и качества» несколько лет назад, который называется «Даешь консенсус», в которой основные моменты названы. Я хочу сказать, что те люди, которые захотят почитать русские интерпретации этого приема, скорее всего, встретятся с внутренне недоброжелательным отношением авторов к этой идее. И они будут выискивать в этой идее что-то такое, что на их взгляд негативно. И вот это вообще окрашивает много публикаций, посвященных японскому опыту, которые мы читаем по-русски, да и по-английски тоже. Ну, мы уже выяснили, что технология бережливого производства возникла случайно в Японии. И понятно, что действительно просто стечение обстоятельств большого количества внешних факторов и поездка Деминга в рамках поддержки Соединёнными Штатами Америки и Японцев. И общая экономическая ситуация, ну и, возможно, немножко менталитет, то, о чём Вы говорите в своих публикациях. Юрий Павлович, а вот клиент, которого тоже нужно любить и как минимум уважать, а что с ним делать, когда в ряде отраслей клиент регулярно меняет данные, регулярно меняет показания, семь пятниц на неделю у него. И у сотрудника, который с клиентом не всегда контактирует, тяжело к такому человеку испытывать чувства, о которых мы с Вами говорим. Но мы же любим тёщу, не за то, что она вытворяет, а за то, что она тёща. Так. Вот поэтому, на мой взгляд, в этом заключается ответ на Ваш вопрос. Мы должны любить клиента не потому, что он что-то такое немыслимое выкабенивает, а просто потому, что он наш клиент по определению. Потому что в кошельке клиента лежат деньги, с которыми он готов добровольно расстаться, а мы же не грабители с большой дороги. Если мы сможем обеспечить приемлемые для него условия, клиента, поэтому мы должны его любить, даже если он, с нашей точки зрения, просто последний негодяй. То есть задача управленцев разъяснять беспрестанно вот эти совершенно простые истины, что клиент – это носитель блага для компании и для конкретного сотрудника. Да, единственный носитель причём. Да, единственный носитель, потому что больше ниоткуда деньги не появляются. Да, все остальные хотят как раз присоединиться, к добыче, к нашей добыче денег. Поэтому вопрос очевидный. Понятно. Юрий Павлович, к сегодняшней передаче мне помогали готовиться аудитория моя с Фейсбука, те люди, которые вас знают и глубоко уважают. И некоторые вопросы я буду или у меня будут такие сборные, и мне хочется поблагодарить всех, кто прислал их, и сказать, что после эфира мы с Юрием Павловичем продолжим ещё общение для того, чтобы появилась печатная версия ответов на те вопросы, которые мы не успеем обсудить в эфире, потому что у нас сегодня всего 45 минут. Ну и вот один как раз вопрос, который такой обобщённый. вы соавтор термина «бережливое производство», который появился в России. И традиционно вам задают вопрос, а не хотели бы вы по-другому сформулировать «бережливое». Но в моём понимании, и я не буду задавать этот вопрос, потому что для меня «бережливое» как раз полностью отражающий такой термин. И могу сказать, что моя бабушка была образцом «бережливых подходов», когда она мне говорила в детстве «выключай свет и береги тепло». Но тем не менее, вторая часть словосочетания «производство» она сразу наталкивается на то, что «а как я буду применять, если я работаю в ресторанном бизнесе?» У меня не производство, у меня там сфера услуги на строительстве. Я строитель, а к производству я не имею отношения. Как всё-таки, не хочется ли поменять вторую часть этого словосочетания для того, чтобы «бережливость» распространялась более интенсивно на территории России? Вобок и Джонс предлагали говорить не о «бережливом производстве», а о «бережливой философии». И когда их книжка переводилась на русский язык, возник вопрос, стоит ли сохранять термин «философия», тем более, что нюансы в английском и в русском не эквивалентны. Вот в русском переводе. И издательство «Альпина» решило, что не стоит, что лучше производство, потому что иначе книгу будут покупать философы. Их у нас, слава богу, немного, а производством занимается очень много людей. Философов у нас много, просто их не так слышно, наверное, как производственников. То есть, по сути, сохранили ту редакцию, которая именно ориентирована больше на производственника. Насколько возможно все-таки вместо слова «философия» использовать мышление? Потому что мы не можем приходить на работу и включать рубильник, уходить с работы и выключать рубильник. Насколько возможно использование «бережливое мышление» в словосочетании? У меня никакого отторжения к этому термину нету. По-моему, его вполне можно использовать. Для того, чтобы как раз привлекать большее количество людей для подхода бережливого мышления. Потому что, действительно, более 70 лет он уже существует. Доказал свою работоспособность. И как раз один из принципов – это использовать проверенные технологии. Он как раз помогает. И более того, если мы внимательно посмотрим, например, на манифест, agile манифест, то мы увидим, что во многом разработчики этого манифеста использовали принципы, которые закладывал деминг. Да, конечно. То есть, видоизменяется. Но это, на мой взгляд, очень важно, потому что все-таки многие, действительно, люди, услышав слово «производство», сразу бегут в сторону, потому что все это сопряжено только… Потому что они управляют рестораном. Например. Да, никакой разницы совершенно нет. Ресторан тоже точно такой же бизнес. Понимаете, мне кажется, что проблема в слове «менеджмент». «Менеджмент» мы как-то понимаем очень технологично. А на самом деле, я думаю, «менеджмент» – это принципы построения отношений между людьми в бизнесе, направленные на непрерывное совершенствование бизнеса. Да, и как только у тебя появляется хотя бы один сотрудник, то есть, когда ты начинаешь управлять не только собой, но еще кем-то, то, по сути, сразу включается уже необходимость знать основы «менеджмента». Конечно, конечно. Но, кстати, когда управляешь собой, это тоже не вредно. Да. У меня после одного из моих семинаров подходила одна из участниц и передала большое спасибо от своего супруга, потому что она рассказывала некоторые вещи, которые мы обсуждали на семинарах, и они перестроили процессы домашнего хозяйства, которые позволили извлечь экономию, найти экономию в своем бюджете. Просто за счет того, чтобы были перестроены процессы в семье, которые никакого отношения не имеют к производству. Это тоже производство. По сути, да. Потому что мы же каждый день совершаем большое количество действий, операций, и их можно все улучшать. Юрий Павлович, когда мы говорим про непрерывное совершенствование, то мы должны все-таки немножко, опять же, раскрыть для аудитории, а как обучаться, что такое обучение. Давайте немножко к этой теме коснемся, потому что все-таки у моего поколения, 70-х, 80-х, отучился в ВУЗе, все, готовый специалист, дальше можно не учиться. Все-таки про непрерывное совершенствование, что это в первую очередь самообучение. Наверное. Ну, конечно, надо одеть значок об окончании ВУЗа, чтобы никто тебя не спутал с тем, кто не оканчивал ВУЗ. Ну, ясно, что обучение не может не быть частью той технологии, которую вы реализуете на рабочем месте. Просто не может не быть, поскольку мы должны извлекать знания из всего, что связано с тем, что мы делаем. Этот процесс, который называется рефлексией, исключительно важен. И вот привычка к рефлексии, это может быть один из навыков, о которых мало говорят, но я думаю, что он необходим для того, чтобы мы могли вписаться в бережливое производство. Вообще, японцы даже до бережливого производства говорили, что бизнес опирается на обучение, капиталовложение в обучение выгоднее, чем в игорный бизнес, и обучение состоит из трех компонентов, или, как они говорят, говорили тогда, стоит на трех китах. Это обучение на рабочем месте, это образование, и это обмен опытом, теперь это иногда называют словом бетчмаркинг, это попытка понять, как другие люди решают другие проблемы, потому что из этого иногда можно извлечь полезные мысли для себя. ну и вырваться из круга привычных идей. Так что вот эти три элемента, среди них обучение на рабочем месте занимает центральное положение и по времени, и по важности. главная задача менеджмента, вот я пытаюсь эту мысль проводить, но без большого успеха, главная задача, если вы любите своих сотрудников, заключается в том, чтобы обучать их не для того, чтобы они повысили производительность труда. а для того, чтобы они стали более совершенными людьми. Потому что вот этот нюанс, какая-то, казалось бы, ничтожная сдвижка цели, он очень многое меняет, потому что, когда вы меня учите для того, чтобы я улучшил ваше экономическое положение, это вопрос денежный. А если вы меня учите для того, чтобы я стал лучше, это уже вопрос любви. И вот, если я понимаю, что это именно любовь, то вы можете забыть о росте производительности, он произойдет автоматически. И гораздо больше, чем то, на что вы рассчитываете. Юрий Павлович, но это существенный сдвиг парадигмы, это не ничтожный взгляд под другим углом, это принципиальный сдвиг парадигмы. То, о чем вы говорите. Обучение и инвестиции в сотрудников не в целях повышения производительности, а в целях их совершенствования. Более того, если они покидают компанию, то вы не должны этому препятствовать и не должны лихорадочно считать, сколько купюр вы потратили впустую на этого человека. Потому что он будет нести знания, которыми вы его обеспечили, по своей жизни. И это благоприятно скажется на вас обязательно. Понятно. Юрий Павлович, пока двинемся. Еще немножко дальше. В нашей стране все-таки очень распространен скепсис по поводу перспектив отечественных компаний. Что можно сказать для того, чтобы поддержать, помочь сохранить веру все-таки в светлое будущее российского производства и всей экономики в целом? Создать отдельный бизнес, который действует эффективно и придерживается взглядов близких к бережневому производству, в нашей стране не просто, но возможно. И такие отдельные примеры существуют. И для меня, может быть, самый яркий пример – это группа компаний «Газ». потому что она как раз следует этим принципам в очень сложной ситуации. И я привожу эту компанию, а не какой-нибудь маленький бизнес, просто потому, что для компании такого масштаба это гораздо труднее. То есть нам нужно искать больше примеров именно применения принципов бережневого мышления в России, потому что Сбербанк и Росатом – это все-таки корпорации-гиганты, которые могут себе позволить и дорогих консультантов. И мы не знаем, насколько все-таки у них это получается. Нужно искать и приводить больше примеров компаний средних, частных, может быть, даже из малого бизнеса, чтобы увлекать их примером. Мне кажется, что надо помнить многократно повторяемое Деммингом утверждение о том, что примеры сами по себе ничему не учат. Нужна теория. И тогда будет понятно, какова роль того или иного примера. Примеры необходимы, но не для того, чтобы им подражать, а для того, чтобы над ними думать. Юрий Павлович, я полностью разделяю, и только последние два года я начал перестраивать немножко свое мышление, потому что люди, особенно, которые приходят на семинары, они требуют примеры, и когда даешь без примеров, то они говорят, ну, слушайте, вы рассказываете голую теорию, нам все понятно, мы все это знаем. Покажите примеры. К сожалению, требуется вот это социальное доказательство того, что кто-то это сделал. Поэтому я про примеры сейчас, когда задаю вопрос, только исключительно для того, чтобы, ну, услышав клиента, услышав ту потребность, которая существует у людей, давать эти примеры просто, потому что людям это надо, то есть им нужно на что-то ориентироваться. Безусловно, лучшее, что мы можем сделать, это изучать и смотреть, какие элементы мы можем у себя применить, потому что, если мы попытаемся, этот вопрос я не буду задавать, вы на него часто уже отвечали, копирование невозможно, и лучшее, что мы можем сделать, это адаптировать, научиться, использовать лучшие практики, и каждый день проверять у себя, что подходит конкретно для нашего предприятия. Япония – это лучший образец для подражания в этом смысле. Япония прекрасно адаптирует любые идеи, пришедшие из любых источников, американских, русских, немецких, каких угодно. Понятно. Юрий Павлович, технология бережливого производства существует 70 лет, а что дальше? Как она будет дальше трансформироваться? Да, понятно. Конечно, бережливое производство не конец света, и мир будет развиваться дальше, когда люди забудут термин бережливое производство, но всякий раз при смене парадигм происходит то, что когда-то там у философов называлось снятием, то есть происходит накопление тех полезных микрочастиц, которые принесло в себе вот это направление. Это можно проследить от средних веков до нашего времени и, наверное, и дальше. Какая хилесова пята у бережливого производства? Это нам сейчас ясно. Бережливое производство требует качественного прогноза спроса. И если рынок показывает нам, мировой рынок, что прогноз спроса всё время ухудшается, всё время спрос становится менее и менее предсказуемым. И наступит момент, когда бережливое производство со своей идеей сокращения запасов оно просто заклебнётся. И мы будем вынуждены перейти на что-то другое. Всегда в истории человечества это другое, оно уже есть. Оно сейчас называется agile, в связи за моё предложение называть это живучим производством, я уже получил по полной программе. Но я всё равно думаю, что живучее производство это хороший термин. Хотя я не настаиваю на нём, как и на термине бережливое производство. Но вот чем отличается agile? Просто в двух словах. Это создание бизнес-процесса из бизнесов, которые представляют из себя подразделения компаний, какой-то там гиперкомпаний, которые существуют только в интернете и которые собираются вот из этой цепочки под капризные требования одного клиента. Один раз. И дальше, может быть, не понадобится. И эта цепочка будет распущена. Вот эта мысль, её надо, конечно, переваривать. Для меня эта мысль ещё не допереваренная. Понятно. Но основной тезис о том, что тот, кто будет лучше предсказывать спрос клиента и тот, кто сможет сократить практически до минимума время цикла, то есть предоставление услуги, предоставление продукта, тот и будет победителем. Да. И мой прогноз, который мне кажется правдоподобным, хотя понятно, что прогнозы – дело рискованное, заключается в том, что на смену бережливому производству постепенно будет приходить вот это живучее производство, как я его называю, agile technology. Вот мы это частично наблюдаем, но, вероятно, это произойдёт в глобальном масштабе не завтра. А совершенно уже такой фантастический прогноз на будущее – это момент, когда человечество придёт к мысли о том, что оно должно следовать концепциям Деминга, и это будет очередная революция и в бизнесе, и в нашей жизни. Ну и, наверное, существует опасность. Было бы здорово, если бы наше общество стало обществом разумного потребления, когда потребляется всё-таки столько, сколько нужно. А запасы же существуют не только на предприятиях, запасы у нас в квартирах, в магазинах, в подвалах, в амбарах и во всех остальных. То есть для России подход бережливого мышления, он долгие годы ещё, наверное, будет играть существенную роль, потому что я анализировал некоторые процессы по строительству и КПД. Если у меня было ожидание, что КПД будет на уровне 20%, то порядок процессов оказалось КПД близко к 5, к 4, даже к 3 процессам, потому что, к сожалению, огромное количество потерь существует, и пока мы их не устраним, нам тяжело будет перейти к какому-то другому этапу. Был ещё вопрос из сетей, а вот Китай, который не один год уже демонстрирует потрясающие результаты в целом по стране, они какую модель используют? Они используют какой-то видоизменённые бережливые подходы или... Да, в Китае пришлось видоизменить подход бережливого производства в пункте, который касается пожизненного найма. Дело в том, что люди из деревень стремительно всасываются в мегаполисы и начинают работать на предприятиях, которые в основном руководствуются идеями бережливого производства. Но по мере роста они двигаются дальше, переходят в другие предприятия, и их не удаётся привлечь идеей пожизненного найма. Тогда как для японцев, во всяком случае после Второй мировой войны, эта идея оказалась очень привлекательной. Хотя она возникла в 17 веке, может быть, и раньше. Так что вот тут такой нюанс мы наблюдаем. Кстати, предубеждение против пожизненного найма у нас в стране, оно как раз, на мой взгляд, связано с отсутствием любви, даже при наличии уважения. Вот представьте себе, вам начальник говорит, с завтрашнего дня ваша зарплата понижена на 30%. Вы приходите домой и говорите тёща, тёща, переезжаешь в хоспис, поскольку я тебя не могу содержать. Да? Нет, вы так не делаете, вы говорите, ну что же там, затянем пояса, но тёщу будем кормить от пуза. Вот, вот и всё. Понятно. Юрий Павлович, у нас, к сожалению, время стремительно и умолимо движется к завершению. Несколько, несколько советов, рекомендаций, с чего начать тем, кто решит после нашего эфира погрузиться в историю и, самое главное, в применение бережливого мышления. И, наверное, пару книг ещё от вас, которые очень важны. Первый и самый важный пункт заключается в том, чтобы не приступать к бережливому преобразованию бизнеса без активного участия первого лица. Этот путь обречён на неудачу. И это проверено уже так много раз и в таких разных ситуациях, что можно считать это теоремой. И поэтому первая задача, которую нужно каким-то образом решить, заключается в том, чтобы в один прекрасный день утром первый руководитель проснулся с мыслью о том, что наконец-то он понял, что он не может дальше жить без бережливого производства. Если это событие не наступило, то вы конечно можете лично себя совершенствовать, вы можете создавать свой бизнес, это на здоровье, вы можете искать другие организации, где первое лицо привержено этому, но попытка со второй, третьей, пятой позиции в компании пытаться изменить, ничего хорошего не принесет. Понятно. Юрий Павлович, это единственный вопрос, по которому я с вами вступлю в дискуссию, но уже после эфира, потому что я все-таки сторонник подхода, что если желание тысячи возможностей, не желание тысячи причин, потому что когда мы говорим о том, что все зависит только от власти придержащих, то соответственно изменения наступят не скоро, поэтому я буду с вами активно на эту тему дискутировать. Вы просто приглашаете экстрасенса, он гипнотизирует первое лицо вашей компании, и дальше все по плану. Уважаемые слушатели, надеюсь, что наш эфир был полезен. Напоминаю о том, что в моем аккаунте на фейсбуке можно будет прочитать ответы Юрия Павловича на вопросы, которые мы не успели обсудить в эфире, и я надеюсь, что сегодняшний эфир даст толчок тому, чтобы вы задумались о том, чтобы встать именно на путь длинный, который не заканчивается, бежливого мышления, и это поможет вам и в личной жизни, и в производственной. Всего доброго, спасибо большое, Юрий Павлович, большое спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин